всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и мы на выходные решили всей семьей полететь в сочи точнее там была такая некая деловая поездка моего мужа он взял нас с собой мы еще немножко погуляли по городу посмотрели не все то что хотели но все же вот и мы летели через москву то есть на тот период на который нам нужно были билеты только такие но в москве на самом деле нормально мы буквально там не знаю минут 20 у нас между рейсами было поэтому в принципе от высадки до посадки дойти и там чуть-чуть подождали и все то есть никаких трудностей скажем так в этом плане у нас не было поэтому перелет был достаточно хороший и в общем нам все понравилось в общем летим сочи и конечно погуляем там вот а здесь я уже показываю апартаменты в которых мы остановились название этих апартаментов в общем это такой комплекс где как бы такие квартирки до апартаменты сдаются я название его оставлю вам под видео в общем при входе с одной стороны дверь это вот такая как бы кладовка в которой есть и утюг и сушилка и гладилка в общем все что нужно для жизни здесь положили полотенце такие зеркальные двери все на самом деле очень чистенько красиво нам понравилось здесь вот такая кровать двухспальная телевизор и также здесь есть небольшая такая кухонь к в которой есть все необходимое все что необходимо для проживания то есть как такая мини квартирка студия я бы сказала здесь как раз туалет ванная тоже зеркальные двери везде зеркало здесь душевая единственное что в душевой нет освещения то есть вы закрываете шторка и там темно также здесь есть стиральная машинка она как раз стоит я не засняла к сожалению напротив душевой вот тумбочка ну в принципе все как все как обычно скажем так вот и здесь вот как раз такие такие ступенечки кухонька вот так вот при входе все это дело выглядит теплый пол единственное что он почему-то работает не везде и достаточно душно и здесь тоже мы постоянно открывали окно здесь вот как раз холодильник встроенный я его почему-то не открыла не засняла не знаю почему в общем маленькая плитка вот такая на 2 комфорке стол вот тут как раз показывают эту плитку чайник электрический посудомоечная машина небольшая духовка микроволновка и здесь как раз вот второй этаж такой небольшой лестнице единственное что я в полный рост на втором этаже встать могла ну дети соответственно тоже лёва у меня упирался головой мужу приходилось так полусогнутым быть то есть такой ну такое принципе сюда заползти и лечь спать больше ничего не нужно здесь кровать здесь как раз спали у нас мальчишки вот так вот выглядят апартаменты стоимость этих апартаментов 5 800 сутки мы посмотрели кстати в летний период там чуть ли не вообще не 12 тысяч за сутки вот так вот выглядит кухонька в принципе все что необходимо все есть и на самом деле такое достаточно комфортное проживание находится недалеко от жемчужина до это отель а здесь мы встретились с друзьями посидели в таком баре скажем так вот здесь но очень так симпатично надеюсь играет диджей там всякая разная музыка такое меню вот правда вино тут только сухое почему-то вот здесь вот эти диджей играет можно потанцевать и кальян в общем есть все что необходимо для хорошего отдыха скажем так как тоже здесь все это есть в общем посидели вечером в день прилета отдохнули как раз вот и вот местечко в котором мы были я к сожалению даже не помню название там на меню по моему было но я думаю что суть неважно весь вечером ночной сочи скажем так вот ну и мы еще зашли в магнит кстати у нас я не знаю где у нас питере вот такой большой магнит меня очень часто пишут мне в комментариях там да что вот магните вот магните вот в сочи мы нашли вот такое недалеко кстати от наших апартаментов вот такой магнит там магазин перекресток у нас магнит он какой-то маленький но наверное в основном в пригороде но вот там где я живу до санкт-петербурге там у нас нет такого магнита есть один такой маленький маленький и такой не очень ну а на следующий день мы пошли гулять единственное что был дождь был дождь ветер штурмовое предупреждение горах в это время выпал снег в краснодаре все снегом завалило вот так что погодные условия не очень по крайней мере для сочи не очень для нас то для жителей питера и вообще нормальная погода ну то есть обычно обычная осень вот по ощущениям вот но из-за того что была такая погода шторм я так поняла да но мы как-то не вдавались в подробности если честно то из-за этого очень много что было закрыто на тех выходных которые мы как раз таки приехали то есть и канатная дорога и но очень много что было закрыто поэтому не везде где мы хотели мы смогли попасть вот конечно же мы пришли на набережную к морю посмотреть погулять здесь немножко вот подышать морским воздухом скажем так вот но море бушевало вот такое черное море она есть набережная кстати красиво но как вы видите все закрыто но во первых наверное не сезон это первое да во вторых еще плюс такие погодные условия которых конечно все закрыли в общем этот гуляем под дождем без зонтов но на самом деле дождик такой моросящий в принципе нормальный для лично нас вообще для нас нормальная погода вообще я даже сказала хорошая солнышко мы так и не увидели но ну что делать вот так вот мы набережная кстати очень красивая нам понравилось вот дракушки все всякие вот будут это все справится так и 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 Продолжение следует... 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 Многие машины здесь же по дороге, когда мы сюда поднимались, они скатывались вниз, не смогли даже забраться, потому что выпал снег. Конечно, для нас это странно, вот такая вот ситуация, чрезвычайная, скажем так, в Сочи, то, что выпал снег, но я понимаю, что для жителей этого города это, конечно, достаточно редкое явление, когда выпадает столько снега и такая погода. В общем, так как тут все закрыто, мы просто погуляли, тут такой котик еще, он как котеночек еще такой маленький, хорошенький, в общем, везде я найду друзей. В общем, здесь немножко погуляли, просто посмотрели и поехали обратно, видите, снег лежит и многие машины скользили, ну правильно, наверное, нет зимней резины в Сочи, да, поэтому может быть, ну не то, что зимней, шипованной, наверное, резины, поэтому многие не смогли забраться на эту горочку, а мы едем на арендованной машине, взяли ее, ну как бы на сутки мы примерно, потом оставили около аэропорта. Конечно, очень красивые горы, меня очень впечатлили горы в Сочи, это просто нечто, наверное, но лично для меня я таких красивых, вот прям реально, как на картинке, не видела, очень красиво. Я представляю, как здесь красиво летом, наверное, вообще, вообще, наверное, супер. У меня, кстати, здесь на этой дороге серпантин же она, да, и здесь укачало младшего моего сына, мы много раз останавливались, в общем, очень долго спускались, когда поднимались наверх, как-то ничего нормально, а вот вниз ехали и постоянно останавливались, потому что младшему было плохо. Но здесь мы едем в Олимпийскую деревню, тоже хотела посмотреть ее, но там тоже оказалось все закрыто, хотя, видите, на второй день погода уже лучше, уже практически нет дождя, он уже ближе к вечеру такой мелкий появился. В общем, мы на машине, то есть, получается, взяли машину как раз-таки целый день покататься и съездить в те места, которые хотели съездить, потому что такси, конечно, здесь, да. Но в Питере тоже цены на такси, вот горы как раз вот эти вот, они реально как на картинке, просто вообще, я не знаю, это нечто, очень хочется туда, гора мне, потому что очень красиво. Здесь вот церквишечки такие стоят, очень тоже красивые, прям, ну, в общем, город красивый, особенности горы, еще раз повторюсь, и различные деревья, в общем, зелень вот эта вся очень красивая. Здесь мы уже подъезжаем к Олимпийской деревне и Олимпийский парк, да, по-другому. Здесь очень много строится, я так поняла, еще, наверное, различных отелей, комплексов каких-то или что-то в этом духе, но мы приехали сюда как раз-таки все посмотреть. Хотели попасть на колесо обозрения, когда мы приехали, она еще работала, то есть колесо обозрения работало, но мы, в общем, не успели, нас туда не пустили, тоже сказали, что в связи с погодными условиями, потому что поднялся ветер, и поэтому, я так понимаю, нас и не пустили на колесо обозрения, очень жаль. Канатная дорога, не помню, ты уже говорила или нет, что канатная дорога тоже нигде не работала, в общем, практически ничего не работало нигде. Вот сам парк, как раз-таки колесо обозрения, на которое нас не пустили, сказали, что оно закрыто, вот, и в этом парке, что меня удивило, закрыты были все туалеты, то есть в туалет, извиняюсь за такую подробность, можно было попасть только вот в этом ресторанчике. Мы сюда зашли как раз тоже немножко перекусить, заказали пиццу, цены такие же, как у нас в Питере, мне кажется. Кто-то говорил, что, типа, дорого все, но цены в кафе, ресторанах, продукты, все то же самое, что у нас в Питере. Такси, мне кажется, дороже только, да, а так, в принципе, все, все то же самое. Вот здесь мы заказали пиццу, как раз-таки сходили в туалет, и вот пока мы здесь были, колесо обозрения как раз-таки в это время и закрылось, то есть уже туда никого не пускали. Вот здесь мы посидели, терраса тут такая, ну, на террасе, ну, кого-то тут колбасит, вот. Вот на террасе, может, не стали сидеть. Ну, и сам вот этот вот парк, наверное, так он называется. Многие тоже аттракционы были закрыты, вот эта фиолетовая была закрыта. Здесь вот всякие лавочки продают всякую, ну, всякую всячину, как всегда, да. Вот, и там были различные еще музеи, музей Тесла, тоже он был закрыт. Ну, в общем, большая часть всего была закрыта, ну, не знаю, может быть, еще, потому что январь, не сезон, тут тоже какой-то музей, тоже он был закрыт, вот. А музей Тесла мы туда пошли, потому что мои мужчины почему-то подумали, что там стоит вот эта машинка Тесла, да, вот, но нет. Вот здесь вот он как раз тоже закрыт, вот. Вот, ну, ничего, мы зато погуляли здесь, и очень понравилось. Моим мужчинам, конечно же, понравилась вот эта гоночная трасса, да, правильно она называется, Формула-1, где проходят, тоже до нее, конечно же, дошли. И там как раз были какие-то гонки, какие я не совсем, если честно, поняла, но мы постояли, посмотрели, мои мужчины были в полном восторге. Я как бы, ну, я не особо в этом понимаю во всем. Вот здесь вот как раз проходит вот эта вот гоночная трасса, да, вот этой Формулы-1. Как правильно это назвать, я даже не знаю, если честно. Воооо, вооо, вооо, воооо, воооо, вооо, воооо, вооооооо. Нураооо! Вооооо! По госпит StelleRD scheint ежет через кол guess. Детская площадка Детскую площадку еще мои тут нашли Немножко мы тут походили Но как вы видите людей практически нет Ну погода конечно же не шепчет для прогулок Вот здесь вот как раз уже начался дождь Мы уже устали потому что везде ходили пешком Хотя здесь можно в аренду взять и какую-то такую машинку небольшую И эти как их смокаты В общем много всего можно взять в аренду Покататься тут по парку Но мы решили просто прогуляться пешком И уже вот вечер мы едем уже домой Поедем и на следующий день мы уже улетаем То есть в принципе у нас было два дня И то не полных для того чтобы здесь погулять И впечатлиться этим городом Мне он очень понравился Я конечно думаю что мы обязательно туда еще вернемся Я по крайней мере с огромным удовольствием На Красную Поляну мы уже не поехали Не было времени Да но туда тоже хочу попасть Тоже хочу там посмотреть Вот горы опять я тут снимаю Я вообще вот ну просто видом просто была впечатлена Я не знаю очень красиво конечно Ну вообще природа в Сочи тоже очень красиво Видите уже начинает темнеть Было что-то 5 часов по-моему да Или что-то в этом духе И мы уже едем в сторону дома Уставшие промокшие опять же Вот тоже очень красиво везде Не знаю мне очень тоже понравилось И конечно присоединяюсь к отзывам многих О том что город Сочи это красивый город Конечно же И вот здесь вот я как раз показываю комплекс В котором мы останавливались да И недалеко от жемчужины Ну я оставлю вам вот этот жемчужин Это по-моему знаменитый отель Ну по крайней мере многие про него знают И в день отъезда выглянуло солнышко Это мы с собой свою питерскую погоду вам привезли да И увозим ее конечно же обратно Вот в таких апартаментах мы остановились У нас были небольшие апартаменты Можно больше там в общем ну там разные совершенно такие квартирки Здесь тоже строится А вот эту машину мы как раз и арендовали Вот эту вот беленькую Но конечно погода наладилась А мы уезжаем Солнышко мы так особо и не увидели Хотя вроде бы говорят что опять там похолодание в Сочи И в Краснодарском крае Вот видите солнышко выглянуло Чуть-чуть мы по дороге в аэропорт увидели Вообще очень небо красивое Жалко камера не передает всех красок Это хотелось бы ими с вами поделиться Но к сожалению не передает Очень красивое такое небо Море Немножко выглядывает солнышко Вообще такая очень красивая атмосфера Море такое зеленоватое В общем просто смотрите какая красота Просто я очень люблю природу Люблю красоту природы Люблю любоваться природой И для меня это конечно для моих глаз Это просто наслаждение на самом деле Было здесь Вот поэтому с огромным удовольствием Я обязательно вернусь сюда А это мы уже в самолете Кстати в самолете нам давали вот такие батончики Они такие вкусные Мне очень понравились Чай, кофе во время перелета Сок и вот такие батончики давали Вот но они очень вкусные Мне понравились Здесь салфетки давали В общем моим мальчишкам Не очень эти батончики Но они тоже немножко погрызли Вот ну и на сегодня Я уже буду с вами прощаться Я надеюсь вам понравилось такое видео Оно было для вас интересным Самое главное Вот будем говорить Сочи пока Обязательно Обязательно Мы сюда вернемся Всех люблю Целую И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok